Практика общения с населением через социальную сеть началась в апреле этого года и сразу же получила популярность у череповчан. Сегодня у Юрия Кузина уже почти 3000 подписчиков. Спектр вопросов и обращений очень широкий, но в лидерах, как впрочем и всегда, проблемы ЖКХ. Как отметил мэр, такая форма общения очень важна и нужна. Есть возможность увидеть полную картину проблем в городе, озвученных жителями. Лидером является тема ЖКХ, это ремонт и дорог, ремонт и дворов, деятельность управляющих компаний. Причем очень часто так бывает, что граждане, минуя управляющие компании, сразу обращаются или в департамент ЖКХ, или к мэру. Это вопросы благоустройства, это вопросы развития территории, вопросы движения транспорта. По социальной сфере достаточно много вопросов, это и физкультура, и здравоохранение, и образование, особенно образование по дошкольному сектору. По стратегии много вопросов, что очень хорошо. Концепция стратегии развития города до 2022 года также выложена на интернет-ресурс. Поэтому теперь у каждого жителя есть возможность с ней познакомиться, а свои предложения направить лично мэру Череповца. Пока стратегия не оформлена в окончательном виде, в виде документа, она как раз и выставляется в виде отдельных блоков, программных, разделов, для того, чтобы граждане, не только эксперты, но и граждане, жители нашего города могли высказать свое мнение, свои заключения, суждения. Ничего страшного, что эти заключения не будут носить профессиональный характер. Важно мнение горожан, важно их понимание. Поэтому, если граждане неравнодушны, они неравнодушны к тому, как будет развиваться город, они могут ознакомиться со стратегией и высказать свое отношение. Я буду очень признателен всем, кто, используя эти ресурсы, какие-то другие ресурсы, обратится в мой адрес с предложениями, замечаниями. В день в социальной сети появляется до 40 обращений жителей к мэру. Ответы направляются всем, правда в разные сроки, в зависимости от сложности вопроса. Вечером вопрос поступает, в 18 часов, я его в этот же вечер расписываю, понятно, что будет на следующий день. Но по некоторым вопросам не требуется столь длительных сроков. Если же вопросы касаются деятельности управляющей компании, какие-то конкретные претензии, то здесь уже требуется выход, представление какой-то информации, понятно, что в один день невозможно. Стоит отметить, что обращения к мэру поступают как через интернет, так и по старинке, на бумаге. И здесь приоритетов нет. Ответы направляются в те же сроки. Единственное, на очень простые вопросы через социальную сеть отреагировать можно мгновенно, пояснил Юрий Кузин. Людмила Макарова, Игорь Лапшов, информагентство «Череповец».